Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет. Вообще ничего? Я маленькая была. Вообще ничего не помнишь? Ты помнишь, как ты попала в интернат? Да. А откуда ты в интернат попала? Из Адлантика. Это детский дом. А, это детский дом. А в детский дом ты как попала, Оксана? Нас забрали из дома, когда были маленькие. Так. И нас отвезли, и эта собака побежала и в том умерла. Она жила дома, дружила с собакой. Когда их забирали в детский дом, собаку как бы... Или ей рассказывали, помнить, она была маленькая. Я не знаю, насколько она может это помнить. Братья, сколько я спрашивала. Но якобы вот собака бежала за ней. Оксана, а ты вот сейчас стесняешься просто этой историей, да? Что, когда тебя перед камерой заставили прыгать по собачьи. Ты стесняешься этого сейчас? Мне сказали, показай, как ты ползаешь. Я показала, как я ползаю. А ты всегда так ползала? Да нет, мы ее отучили от этого. Мы не доволяли этого. Я текаря-то делала. А зачем? Текалась с группой сон-часа. И давай в саду бегать на четвереньках. А зачем, Оксанка? Это игра была для тебя такая? Сама по себе. У меня были собаки, я с собаками играла. А сколько у тебя было собак? Одна собака. Как ее звали? Нет, две. Дана и Рекс. Ну, их подарили. А породы какие? Дворняшки, что ли? Или овчарки? Дворняшки. Дворняшки? Собаку подарили одну. И сестра. Она попала под машину. Лапка вот так. Другую мне от Суцика подарили. Я одну вырастила. Куда я, туда они. Любили тебя они? Да. Выполняли команды? Они же обычно не слушаются, когда... Нет, они мои команды выполняли всегда. Да? Да ладно. Ни разу, ни разу вот так, чтобы не ослушались? Ты сказала, например, сидите, а они побежали. Нет, я стою, а они стоят. Да? Ничего себе. Как ты их дрессировала? Или просто тебя сразу понимали? Приучала? Нет, они в глаза давались. Я в них, они в моих глаза давались. И мы это только понимали прекрасно. А чего тебе больше всего нравится делать, Оксана? Я работаю на ферме. Она очень любит животных. Она любит лошадей. Она сегодня умеет разговаривать с лошадьми. Вот. Оксана, говорят сейчас, молоко в магазинах пить вообще нельзя, потому что разбавленное. Вы его там разбавляете водой, молоко? Мы пьем. Ну это да, нам гоните, наверное, разбавленное водой. Ну все вот так говорите там. Нет, я пью из бетона. Натуральное. Натуральное, да, лапочка? А бутылочное-то нам нельзя, наверное, пить все-таки, да? Надо к вам приезжать, молоко-то покупать лучше. Как считаешь? Я из бетона пью молоко. Из бетона? Да. Тясочку беру и пью. О, видишь. А мы вот здесь в городе живем без молока, без хорошего. Представляешь, как нам тяжело? Так или иначе, друзья Оксане, врачи вынесли приговор. Давайте сейчас посмотрим ту характеристику, которая была дана Оксане. Внимание на экран. Характеристика на ученицю первого класса Цюропинської допоміжної школи-інтернату Малу Оксану. Все ламає, рве, шматуй. За партою сидіти так і не навчилася. Весь час уявляє себе собакою. Демонструє всі собачі повадки. Скільки вам лет, Оксан? Тридцать буде. Слушайте, вот действительно у нас такий, це ведь настояча характеристика. Именно с ней она поступила к вам, Оксана? Не, ви знаєте, вот она прибыла к нам, она такого себе так не вела, как вот сейчас вот там описывает. Потому що були повадки такі. Вот якщо діти попросить, то вони можуть продемонструюватися все. А щоб було пістоянно, такого не замечали. Ну, с другой стороны, кто із нас в детстве там собачку не изображал, да? Я тоже такого мнения, і собачку, і кого хуже. Ну, слушай, на тебе, Оксан, вот так вот если говорить, тебе это вообще веселить, когда вот тебе так говорят, что о, на собачку... Меня называют Собакиной. Собакиной? Весь барабой Собакиной обзывает. Это чистая правда. Меня обзывает Собакиной. Скажи, Оксан, а ты обижаєшся на це? Я обижаюсь, я хочу туда уехати. Из барабоя і на датверкай рыбалку. Ну, подожди, ну, у тебя, у тебя, у тебя были два хороших этих друга, да? Почему ты обижаешься, если ты любишь животных, ты любишь собак? На что обижаться? Меня обзывают Собакиной, а мне это некрасиво, не нравится. Да мало ли дураков-то, Оксан. Вот че, обижаться-то на всех. Ты же знаешь, что о тебе пишут в газетах, тебя показывают по телевизору? Я не дивлюсь. А, между прочим, ты звезда. Ты знаешь, что ты звезда? Какая им разница, что я звезда? На меня говорят звезда, а потом говорят кином. Боже мой. И кто это так говорит? Это кто это так говорит? Оксана, ты что? Это не так правда, а, очевидно, говорят. А кто говорит так? Это мне не нравится. Дети? Нет. Одна женщина у нас работает. И что это она себе позволяет такое? Это ее бетоном по голове-то. А потом на дойку на вечернюю. Чтоб жизнь-то ей медом не казала, чтоб знала, о чем говорить. Итак, мы побывали в селе Новая Благовещенка, откуда Оксана родом. И вот, что нам рассказали местные жители о детстве Оксаны. Внимание на экран, друзья. Мама и папа пришли на зарубитки. Дети приходят на патронаж. Дети сами сидят. Там что-то кошелька, там что-то, и все. То, что показывает, это все брехня. То, что все показывает. Вот смотрите, вот действительно, родители разные бывают. И некоторых действительно родителями назвать очень сложно. Но есть люди, которые окружали эту семью. Они наверняка видели, в каких условиях живет ребенок. Вот фельдшер приходила в дом к Оксане, к ее родителям, и видела, в каких условиях живет ребенок. Что это? Безразличие? Вот, Оксан, как вы считаете? Ну, для меня вообще ситуация какая-то просто ужасная. Я вот все время хочу услышать, а где же родители, в конце концов? Ну, вот где сами родители? Чем они сейчас занимаются? Или чем они тогда занимались? Родители лишили родительских прав. И там, конечно, очень сложная история. К сожалению, они очень много выпивали. Но дело сейчас даже не в них, а в окружающих людях, которые там по соседству жили. Которые, очевидно, знали о том, что происходит в этой семье, в которой есть совсем маленький ребенок, и который предоставлен домашним животным. И все, больше никому. Мне кажется, это вот в современной реалии, когда моя хата с краю, я больше ничего не хочу, я занимаюсь только собой. Ну, подумаешь, какая-то девочка одна сидит там, ей года нет, она одна сидит с кошечками-собачечками. Это же не мой ребенок. Наш следующий герой на собственном примере доказал, что происходит с детьми Маугли, если их по-настоящему полюбят не собаки, а люди. В 96-м году четырехлетний москвич Иван Мишуков убежал от родителей алкоголиков. Его приютила собачья стая, в которой он стал вожаком. Мальчик выпрашивал еду на улице, делился потом с собаками. Они его за это охраняли. Мы разыскали Ивана, и сегодня он здесь, в нашей студии. Встречайте, пожалуйста. Вань, правильно ты убежал из дому, как-то тебе было четыре года? Да. Почему ты убежал? Ну, мама пропала, уехала куда-то. Дедушка много пил после смерти бабушки. Поэтому я не видел смысла как-то оставаться там. И ты подружился с собаками? Ну да, сначала двух собак нашел, потом больше, стало в итоге десять. То есть ты ходил по улицам в окружении десяти бездомных собак? Значит, сколько лет тебе было? Четыре. Четыре года, и ты был вожаком в этой стае. И окружающие люди никак на тебя не реагировали? Ну, соседи как-то, кто рядом жил, помогали. Потому что понимали, что дедушка пьет, он не может ничего сделать. То есть одежду давали, подкармливали. Вань, а где ты жил? Ну, когда квартира была открыта, мог зайти. А так в основном. С собаками вместе? Да, в подъезде у себя. А, то есть ты жил в подъезде? Да, под лестницей. Сколько это длилось? Два года. А это правда, что собаки не давали тебя забрать социальным работникам? Меня целый день возили по городу, чтобы след пропал. Как понять? Ну, заманили в магазин, позвали в подсобку, налили суп, подарили игрушки. Я пока ел, собаки на улице, они не заходили никогда в магазин. Меня через задний вход два милиционера вытащили, посадили в машину и целый день возили вокруг города. Чтобы под собаке потеряли след? И, значит, что было в детдоме? Там тебе было уютно? Ну, сначала нет. Да вообще нет. Психовал, орал на всех. Хотелось обратно к ним. То есть ты хотел, я не знаю, ты хотел к собакам или тебе не хватало свободы? Мне не хватало свободы, да. Слушай, ну, вот у нас сегодня Оксана, и вы такие два примера. Оксана, мне кажется, она не очень социализировалась, а ты, по крайней мере, впечатление от тебя довольно уверенного человека. Может быть, потому что Оксана кочевала из интерната в интернат, а тебя усыновили, может быть, в этом разница? Ну, я сначала попал в детский дом также, а потом уже моя приемная мама, когда пришла за мной, сказала, дайте мне его администрацию города, администрацию приюта, все отказали, сказали нет. Когда она сказала, так, если не отдадите, я его украду. Только в таком случае ей отдали меня, вот, воспитали. А как маму, кстати, приемную зовут? Бабанина Татьяна Витальевна. А, так вот почему, Татьяна Витальевна, во-первых, захотела тебя именно забрать, и как она узнала вообще о тебе? Да, до меня, потому что она в приют приходила, брала тоже детей, то есть я не первый был. А, да? А сколько там было приемных у нее в семье? Вообще нас 20. 20? Да. И, значит, она добилась своего, забрала тебя домой к себе. Но в какой-то момент было принято решение отдать тебя в кадетскую школу. Ну, я сам принял это решение. А сколько тебе было лет? Ну, лет 10-11. То есть... Ну, если 4 года он уже был глава собак там всех, 4 года, то, конечно, в 10 лет это уже самостоятельный мужчина, который принимает решение. Он вожак 100 из 4 лет. Сколько тебе сейчас лет? Сейчас 21. Чем ты занимаешься? Ну, вот я недавно с армии вернулся. Сейчас буду поступать в военное училище. А мне интересно, вот когда... Вот Оксана, когда видела кадры, она очень расстроилась. Ну, и вот ей не нравится это. Вань, вот когда... Ну, кто-то, журналист или кто-то напоминает вам о вашем детстве, вот этот период с 4 до 6 лет. Вас как-то расстраивает? Или это как какие-то, я не знаю, воспоминания детства, которые, ну, просто не изменить, а к ним совершенно равнодушны? Ну, равнодушно отношусь, то есть. Значит, Лилита Горелова, которая приехала к нам из Подмосковья. Из Москвы. Из Москвы даже? Ага. Значит, вы взяли на воспитание Витю Козловцева. Давайте сейчас посмотрим, каким был Витя в тот момент, когда вы его брали. Внимание на экран. Итак, в подмосковном городе Подольск обнаружили 7-летнего ребенка, который жил в квартире со своей матерью и, тем не менее, страдал синдромом Маугли. Фактически его воспитывала собака. Витя Козловцев в совершенстве владел всеми собачьими повадками. Он прекрасно бегал на четвереньках, лаял, лакал из миски и уютно сворачивался калачиком на коврике. После того, как мальчика нашли, его мать лишили родительских прав. А самого Витю передали в Дом милосердия Лилит и Александра Гореловых. Итак, Лилит, как вел себя Витя, когда он действительно попал к вам? Вы знаете, действительно, это было очень страшно. То есть, в те годы очень была развита токсикомания, и детей было очень много, и мы привыкли к токсикоманам, к наркоманам. То есть, вполне нормально к ним относились и знали, как себя вести. А вот когда нам позвонили социальных служб, сказали, что вот мальчик, и, знаете, они договаривают, говорят, вот какой-то сложный, вот так. Так, и так. Мы говорим, ну что он, токсикоман, наркоман, что с ним случилось? Да нет, он синдром Маугли. Мы немножко опешили, так ошарашенные были, потому что мы таким никогда не сталкивались. И мы как-то решили все вместе, что если мы его возьмем, то будем к нему относиться как к человеку. То есть, что бы он ни делал, мы все вместе решили, что мы будем его любить и разговаривать с ним, несмотря ни на что. Разговаривать человеческим голосом. Он попал к собаке в полтора годика, и до шести лет он находился с собакой. Наш мальчик. То есть, четыре с половиной года. Четыре с половиной года. Причем он был в полной изоляции, в темной комнате, без одежды. Спал на коврике и ел из нисочки вместе с собакой. Когда мы первый раз его вот взяли, и он проглотил за минуту всю еду и выпил чай, и у него потекли слезы, мы сразу подумали, надо скорую вызывать, сейчас будет заворот кишок. А вот вам, видите, сразу отдали? Это была неоднозначная ситуация. То есть, те, которые хотели нам его отдать, сразу отдали. А те, которые не хотели, чтобы мы его приняли на свою территорию, то есть, они всячески пытались нас отговорить. Психиатрическая больница сказали нам, что ни в коем случае не берите. Он бегает на четвереньках, он лает, ну, он действительно это все делал, он сидит в углу и не выходит. Он мог днями, просто вот так калачиком свернувшись, сидеть и не выходить. Мы его посадим, он сидит. Мы его поднимаем, он встает. Скажите, пожалуйста, сколько времени ушло на то, чтобы научить Витю, ну, там, ходить в туалет, умываться, спать не калачиком свернувшись, а положа голову на подушку и крывшись одеялом? Сколько времени на это ушло? Ну, я думаю, два года минимум. Скажите, пожалуйста, Ирина, вот два года в детдоме, в интернате будут мучиться и биться с ребенком, пытаясь его приучить к жизни в человеческих условиях? В наших интернатах бьются и годами, и десятилетиями, потому что у нас дети немножечко слаборазвитые. И там каждый день как заново начинаем учиться. Заново берем туалетную бумагу, заново берем мыло и до 18, и до 19 лет. Я очень хочу вам верить, потому что это такой идеальный мир, в который очень сложно поверить. Потому что я очень сомневаюсь, что именно так бьются за каждого ребенка, стараясь... Возьмите, Оксана. Это говорит Украина, меня воспитали собаки. Вот тема нашей сегодняшней программы. К сожалению, в наше время дети Маугли не редкость. Вот только обнаруживают их не в джунглях, а в обычных квартирах, пусть даже и городских, и сельских домах. Зачастую этих человеческих детенышей даже окружают взрослые, которым на них наплевать. Семья нашей следующей героини взяла на воспитание ни много, ни мало трех Маугли. Итак, встречайте, пожалуйста, Людмилу Марфину и ее деток. Людмила, у вас прям дресс-код, что ли, введен? Все такие сильные. Белый верх, черный низ. Так, мы любим, чтобы было хорошенько. Ну давайте знакомиться, давайте, представляйтесь, как вас зовут? Ну, чего молчите-то? Виталик. Виталик. Ваня. Ваня. Аня. Аня. Значит, Виталик, Ваня и Аня. Виталик, говорил кому-нибудь в микрофон? Ну, держи. Семья сколько лет? Тринадцать. Тринадцать лет. Девчонка-то уже есть, которая нравится? Нет. А что так? Не определился. Мамка, что ли, не разрешает? Чего мама не разрешает? Почему вы не разрешаете? Просто зараз у него есть другие проблемы, которые он разрешает. Он в музыкальную школу ходит, он занятый. В музыкальную школу ходишь? А на чем ты играешь? На баяне. Как вообще с детьми часто не слушаются вообще? Вы знаете, у нас самые лучшие дети. И я очень рада, что Господь нам их подарил. Хотя то, что сейчас вы видите, это отличается от того, что было шесть лет назад. А что было шесть лет назад? Шесть лет назад мы забрали их из детского дома. Тогда нам отговорили на свето, чтобы мы брали этих детей. Отсказывали, отговаривали? Так, да. Сам директор интерната, он был против, чтобы мы их брали. Почему? Потому что у нас уже была многодетная родина, у нас было пяти властных детей. И взявши еще трех других детей, они считали, что мы берем заради наживы. Это единственный был довод против них? И другой, что они были сложные дети, что мы не справимся. На них сказали, что им нужно пройти медико-педагогическую комиссию. И они должны были быть в специнтернате. Директор интерната готов был написать, что они дали, они отправят их в специнтернат. У нас там есть на Винниче, не место Владижин. И там дети, которые как рослины. И когда я это слышала, для меня это было жахливо. Потому что дети, вы видите, этих детей, которых просто директор хотел отправить, чтобы не дать в нашу семью. Потому что у нас уже есть пятеро. Для меня это было жахливо. Потому что сейчас они усвоили все. Они, понятно, что они не знали тех всех навыков, которые знают их родственники. Но они уже не были такими детьми, которых лишь забрали из этой клетки, где они были. Слушайте, это правда, что мы лишь жили в клетках до того, как попасть в детдом? Да, из всех засобов массовой информации. Эта история их стала поширена в 2003 году, 10 лет назад. Они не могли в трехречном веке ходить, говорить. Когда службы приехали забирать, они были вражены этим жахитом. Потому что доглянута птица, доглянуты тварины. И вместе с тем, в жахливом становище, дети, которые не умеют делать то, хотя бы на половину, что умеют делать их нервничество. Слушайте, ребята, а вы помните то время, когда вы так жили? Не помните? А когда вдруг вот приехала Людмила, добилась того, чтобы взять вас к себе, вы помните первый день, когда вы оказались в новом доме, в новой семье? Я помню одно, что, когда мы приехали, наш брат нам подарки подарил. М-м-м, что подарил-то? М-м, машинки, я такиваю, как же у них было. М-м, машинки, я такиваю, как же у них было. Ты чего? Ты чего? Ты чего заревела? Ну-ка, двигайся, с тобой посижу, двигайся. Расселся. Вы нам сегодня сыграете, кстати? Вы привезли инструмент? Инструмент привез? Да. Давай-ка сейчас не будешь плакать, а сыграйте нам лучше. Да. Давай. Хватит плакать. Давайте играйте нам лучше. Ну-ка, утирай слезы, хватит. Аплодисменты вам. Поехали. Аплодисменты. Спасибо, дружище. Слушайте, снимай, хватит, а то сейчас мы, знаешь, я уже готов в пляс пуститься, честно говоря. Вот показатель, да, когда ребенок в семье. Ну вот с этим вопрос к вам. Вот если бы Оксану удочерили, там, взяли в семью приемные родители, как бы ее жизнь сложилась? Вы знаете, я бы хотела сказать, что каждый ребенок уникален и каждый ребенок по-своему талантлив. Я думаю, что у Оксаны тоже есть определенные таланты. Например, общаться с животными – это тоже дар. Я думаю, что в каждом ребенке есть вот это зерно, это божья искра. И важно, конечно, чтобы создавались условия для того, чтобы развиваться. Я хочу поддержать Оксану, что она очень талантливая, она очень любит музыку. Так как Оксана танцует, мы с вами не станцуем. Она на дискотеках, это ведущий среди наших подопечных. Вот, она очень девочка талантливая, она очень общительная, она просто смущается здесь. Мы с ней учимся красиво ходить, мы учимся с ней красиво говорить. Но, конечно, у нас санитар и 30 подопечных, или мама и 3 человека. Но мы когда готовили программу, мы говорили с социальными работниками, с теми людьми, которые трудятся в интернатах. И они нам сказали, что действительно много таких детей, детей с синдромом, так называемым синдромом Маугли, такие как Оксана, которых хотят забрать приемные родители, но сами интернаты не хотят с этими детьми расставаться, потому что есть некая материальная заинтересованность. Вроде как, те пенсии, те выплаты, которые из государства поступают, сотрудники интерната заинтересованы в том, чтобы они оставались там, эти деньги. Нет, это невозможно. Это неправда. Оксаночка, что ты делаешь со своими деньгами? Все, что она хочет, она себе покупает. Я себе музыку купляю. Музыку купляю. А у тебя есть деньги, кто-то забирает? Нет. У нее есть мобильный телефон, у нее есть абсолютно все. 75% идет на их содержание в детском доме или в нашем доме-интернате. Это мы их не видим. Точно так же они ревизуемы и все. 25% это сугубо на ее усмотрение. Но когда она попадает в семью, этих 100% получит семья. Поэтому в наших организациях, естественно, людей, которые берут, у них должен быть выше статус, чем Оксаны, или рассчитывать на ее пенсию. Как вы считаете? Человек должен иметь жилье, иметь стабильную работу, а потом забрать этого человека. Или забрать ее и сидеть, ждать, пока ее пенсия придет. Понимаете, сейчас, когда сдали нам этих детей, у нас же тоже сдают детей уже 8, 10 и 12 лет. Мы же их не ходим по улицам, не собираем. Это сдают какие были родственники или родители. Но сейчас, когда плюс к пенсии, плюс когда еще выплата по уходу за психически больными людьми, это еще 2000 гривен в дом. И у нас появляются сразу какие-то родственники, которые хотят забрать. Но если мы видим, что эти родственники вообще не едят, мы уже доходим до того, что мы по весу сдаем родственникам подопечных своих. Вот так. Они приезжают. Как театр? Ну вот у нас выхода нет. Вы понимаете, через два месяца, когда они возвращаются с отпуска от мамы, от братьев, там ребенка ничего не остается. Они худые, голодные и так далее. И вши, и вши. Оксана, ты у тебя же есть братья, так? Ты же к ним ездила. Юра Серьеза. Ну, ты к ним ездила? Да. Тебе у них понравилось? Да. А ты бы хотела у них жить? На все сто. На все сто хотела бы. А что тебя не отпускают? Не знаю. Леша, они бы хотели бы братья за братья? Давайте спросим. Они у нас здесь в студии. Юрий Сергей. Выходите, пожалуйста. И также их мачеха Александра Павловна Трипольская. Итак, папа умер, насколько я понимаю, пять лет назад. Но осталась вот, значит, мачеха Александра Павловна. Да. Да? Значит, и старшие братья. А что не берете-то сестренку? Говорят, хорошо, и у вас. Мы хотели собрать, а у нас не разрешает директор. Как? Кто не разрешил? Директор же сказала, ничего там. А что директор же вам сказала? Что она вам сказала? Ну, мы же хотели, взяли сыновой братья, хотели забрать ее. Установить опеку хотели? Да. Да, так. Ну, а у нас сказала, что надо документы через суд, суд надо. Ну, взять опеку над Оксаной. Да. В сельсовете элементарную характеристику о их составе семьи, где они проживают, куда они заберут Оксану. Они пришли в сельсовет, Оксану я отдала с ними в отпуск дважды. И не везут ее в срок. Вот прошло два месяца отпуска по законодательству. Обратно не возвращают. Я обратилась в сельсовет, и они как раз-то были. Я говорю, вы можете, вот они хотят забрать. Дайте людям характеристику, что они имеют, что они нормально ведут образ жизни, что имеют работу. Он говорит, она теренится, я такое о них не могу сказать. Значит, Юр, значит, почему не сложилось с Оксаной? У меня все нормально было, просто как. Не было время, чтобы все оформлялись. Не было время. А чем вы занимаетесь? Ну, так, пока мы с ничьим. А, но времени нет? Да. А у вас, чего вы говорите, гостила у вас, да, Оксанта? Ну, я не могу, во-первых, ее так забрать. У меня, во-первых, трое детей. Ну, и тяжело, потому что у нее развитие, как действительно, детское. И бывает такое, вот, нормально-нормально. Потом как выкинет, что-то такое. Например? Ну, например, бывает, голодовку объявляет. Оксан, ты чего это? Я характерная. А-а-а. А что, тебя обижают, что ли? Потому что он, как объяснить, он кричит на меня. А я не люблю, когда на меня кричат. Надо какого-то... Надо везливо, ласково, обращаться со мной по-нормальному. Ага. И сразу голодовку. Так их воспитываешь, да? Воспитываешь их так. У нас никто не кричит на подопечных. У нас никто не обижает. Да у вас вообще идеальное там, подождите. Вы знаете, когда каждого отдам, если есть куда, если есть любящее сердце, если есть душа, с удовольствием. Потому что дом-интернат прекрасно. Они сыты, они одеты, они обуты. Но той свободы, вот того развития, какое она получает, этот шанс. Ну, слушай, ну с другой стороны, с другой стороны, вот, значит, сидела Окса, а Оксанка такая хмурая до этого. Вышли ребята, и она заулыбалась. Но она соскучает за ними, почему нет? Тут даже разговоры. Да, почему нет? Оксана, у меня, например, ты жила, у тебя свобода была ограниченная? Да. Она просто неправильная. Да нет, на. Тебя, получается, как, я тебя нигде не пускал, в магазине тебе там ничего не брали, ничего, как, в чем-то отказывали? Нет. Но отношения не складываются. Мне просто, мне просто было тяжело, понимаете, у меня своих трое. Слушайте, а вы ведь, когда Оксане исполнилось 18, вы же хотели, чтобы она у вас оставалась, да, в вашем? Да, мы хотели, да, но когда она у нас была до 18, даже на навещать никто не приезжал к Несаре. Вообще никто не приезжал. Мы не нашли, мы шукали. Вы не шукали, я написала вам письмо. Не знаю, у нас она была до 18, никто даже, хотя бы приехали в праздник, вот с днём рождения поздравили, такого не было. Слушайте, ну давайте вот признаемся, вообще наворачивается вопрос, вот сидите, вы такие взрослые уже, надо понимать, состоявшиеся люди, и у вас, значит, сестра в интернате там, и неизвестно, что там. Они вот сейчас вот могут говорить здесь всякие прелести о том, что они там заботливые такие, замечательные, господи. А на самом деле, чёрт знает, что там за закрытыми дверьми интернат происходит. Не болит сердце? Есть маленько. Есть маленько. Но можно ли действительно вот сейчас... Извините, пожалуйста, я хочу сказать, это очень важно, мне кажется. Вот мы не должны попадать из одной крайности в другую. Мы не можем просто отдавать детей, людей, взрослых, подопечных, не быть уверенным, что с ними всё будет хорошо. Почему? У нас есть мальчик, которого взяли, усыновили и вернули в детский дом. Он сейчас наш подопечный. Вы знаете, мальчик попал в психиатрическую больницу после этого стресса, и до 16 лет ему не светило оттуда вот никакого выхода. И с таким ребёнком намного сложнее, чем мальчиком с синдромом Маугли. Потому что у него психика вся нарушена. Он не верит взрослым, он не верит людям, он не верит никому. Слава Богу, что сейчас он начал кому-то верить и играет также на клавишах, и также учится в гимназической школе. Очень умный, кстати говоря, мальчик. Но тот стресс, с которым он столкнулся, то, что его забрали, потом вернули, как бы нам не попасть сейчас в эту крайность. Потом, это же известный феномен, что часто берут таких детей для того, чтобы использовать их как рабсилу, просто как трудовую или в других смыслах использовать их. В каких других? В материальном, сексуальном, трудовом. В сексуальном? Кстати, вот совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что у Оксаны вроде как появился ухажёр, который приехал к ней специально из России. Да, был такой. Ну? Ну... А что, вы его прогнали? Нет. Я с ним переписывалась. А почему здесь вы? Он же как в САЮЗе при чём? Мы с родителями ими переписывались. Подожди, вы тоже переписывались, да, чувствуется так? Да, да, переписывалась. Почему здесь вы? А он же как в САЮЗе приехал? Не, ну, он писать, Оксана, не может, поэтому вся переписка через меня. Он замечательный парень, вот, тоже в меру несчастный. Так. Вот, за его письмо пришло письмо от родителей, что он сам никогда кровать в жизни не застелил, что он ни копейки не может заработать, что он с каждого первого курса, с Казани убирали его с института, что он до конца не доведен его диагноз, и не дай бог мы её в квартиру не пустим. Но никто же не собирался так её отдавать. Ну, короче, вы его отшили. Мы не отшили. Последний раз, когда он приехал, и были журналисты, Оксана выбрала телевидение, она же говорит, она телезвездная. Да, да. А он идёт и говорит, Анна Терентьевна, я больше не приеду, а чего? Такое впечатление, говорит, что она меня видела вчера, никак меня не встретила. А Оксана, а ты видела этого парня-то? Конечно, она видела, она... Да подождите, я тебе с Оксаной поговорю. Во-вторых, он не в моём стиле, не в моём вкусе. Вон она! Да ты у нас... Как это? Галата у нас балована! Он выше идёт, а я ниже. Он выше идёт, а она ниже роса. Ну и чего, будет тебя защищать. Как зовут ты его? Я не люблю так. Как зовут ты его? Федот. Федот. Федот? Ой, какое красивое имя Федот. Красивая, и парень красивый. Красивый парень, но не сложилось. Долги, кредитов понабирал на дорогу, на поезд, мне его жалко было. Ну, правда, подарки делал, там, сампуни, там, это всё. Хороший подарок. Нравились с себя подарки-то? Нравились. И на день рождения приезжал даже, ну... А у меня тоже вопрос, можно? Да, прошу вас. А братья на день рождения приезжают, поздравляют праздники, Новый год. Мы говорим о том, что они хотели забрать. То есть, социализация такого человечка, такого ребёнка, такого уже взрослого человека, заключается ещё просто в общении со своими близкими. Да, то есть, нет возможности забрать. Ну, приехать-то была возможность. Поздравить письмом, открыткой, как угодно. Алексей, я Милецкий Максим, общественный деятель, правозащитник по Одессе. Вот у меня вопрос к братьям. Я общался с одним из вас по телефону, Юрий, и в чёрной футболке. Скажите, пожалуйста, вы когда привезли последний раз Оксану, что вы сказали директору? Дайте нам деньги, потому что у нас нет денег, мы позвучались. Нате вам, она нам не нужна. Как это так было сказано? Юра, так было сказано? Нет, они пришли со Сахану ко мне домой, говорят, не сказал, что она не нужна. Он сказал, что у меня нет денег на дорогу. Я вот, я дала ему 200 гривен и на дорогу обратно. Я бы просто сказала, Алла Циветина, Алла Циветина, одолжите Юре деньги. Ну, не одолжите, дайте. На дорогу, на дорогу, так я сказала. Но человек тоже не имеет, он не имеет, откуда взять. Они туда забрали, побыла она. У него нет ни работы, ничего. Оксане лучше быть в этом интернате, потому что вот есть у неё подруги. Вот я называю Оля Снежана, которую её любят, она с ними дружит. И сегодня она находится в том социуме, в котором она лучше будет развиваться и находиться. И я бы всё-таки предлагал бы, она вас ждёт. Приедьте хоть раз к ней на день рождения, на целый день, побудьте в интернате, посмотрите, где она живёт, где она спит, что она ест, чем она занимается, что она хочет. Она элементарного хочет, чтобы к ней братья звонили, чтобы к ней мачуха звонила, чтобы она общалась с теми племянниками. Мачуха часто звонит. Она даже помнит того племянника, который на неё говорит тётка. Она просит мачуху и просит этот дом. Итак, Оксан, скажи честно, ты ведь о чём-то, наверное, мечтаешь. Я хочу, чтобы меня брали на каникулы. Всё время об этом говорим. Я не помогаю. Юра мне попросил позаметить двое. Ну, он с нами нормальный отношение мает. Мы с ним приказываемся. С Настей играю сейчас, с дитиной. Настя, как для меня тётя. То есть ты любишь своих братьев? Да, я не отказываюсь. А скажи, пожалуйста, а вот в жизни ты вообще наверняка... Ведь у каждого человека есть какая-то такая своя большая мечта в жизни. Вот ты о чём мечтаешь? Ну, я хочу маму найти свою родную. Вот всё я хочу мечту свою. Найти родную маму. Так я и братьям говорю, сука, это надо свою родную мать. А кто-то знает, кстати, где мать-то родная? Юра знает, говорит. Нет, не знаю. Никто ничего не знает. Вот папу я нашла с Оксаной. Мы писали письма. Я лично. Да, папа приезжал домой. И папа приезжал. Может быть, эта женщина сейчас смотрит нашу программу? Мы тоже расширены. И узнала в Оксане свою дочь. Мы будем в это надеяться и будем ждать от вас сообщения. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Спасибо огромное всем.